Несмотря на звание одной из самых результативных команд, оружейники за первые 17 туров пропустили много необязательных мячей, потеряв солидное количество баллов. В зимнее трансферное окно «Арсенал» входил с четко сформулированной задачей – укрепить оборону. Как туликам удалось решить эту задачу с двумя неизвестными, мы и расскажем в нашем сюжете. Первым новичком оружейников в зимнее трансферное окно стал белорусский защитник Максим Владько. На родине за быстрым и мощным игроком обороны плотно закрепилось прозвище «Супер Макс». Владько хорошо видит поле, обладает высокой дистанционной скоростью, способен сделать первый пас и покрыть всю левую бровку. Что мы не раз наблюдали как в чемпионате Беларуси, так и в Еврокубках. К своим 26 годам на счету Максима более 200 матчей за Борисовский Бате и чуть меньше четверти из них в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Отметим, что в составе желто-синих новобранец Туликов в 7 раз становился обладателем золотых медалей чемпионата. 5 раз выигрывал Суперкубок Белоруссии и 1 раз Кубок страны. Подписав Владько, Арсенал не только получил защитника европейского уровня, но и усилил конкуренцию на левом фланге обороны. Цель и задача, ну естественно, самое главное помочь клубу любыми способами, чтобы он находился как можно выше в турнире, таблица. Ну и хотелось бы, конечно, не со скамейки запасных делать, конечно, а в стартовом составе все-таки. А конкуренция, ну естественно, это клуб премьер-лиги. Тут я к другому и не готовился, другого и не ожидал, поэтому если бояться конкуренции, то смысл было ехать вообще. Что касается нашего второго новобранца, то лучше всего за него скажут титулы и цифры. Два кубка и один Суперкубок Франции и две сотни матчей в стране виноградников и круассанов. Высокорослый центральный защитник выступал за Леон и Генгам. Славился отличными габаритами, умением сыграть на втором этаже и страховать партнеров от ошибок. Французские коллеги из идеальной осанки дали ему прозвище «Генерал Бакари» и характеризовали его так. Он немногословен, не дает острых интервью, ни с кем не конфликтует, всегда спокоен, выходит на поле как на битву и всегда сражается до последнего. Такой парень точно не помешает нашей команде. Вариант с арсеналом мне предложил мой агент Мекер. Он рассказал, что в Туле очень серьезный и интересный проект. Я собрал информацию по команде, почитал прессу и посмотрел несколько видеонарезок матчей. Затем, когда я разорвал контракт с прошлой командой, мы встретились со спортивным директором Андреем Рудаковым. После этой встречи понял, что этот переход будет полезен как для меня, так и для клуба. Впереди у Максима и Бакари целый месяц, чтобы привыкнуть к новому клубу, сыграться с партнерами и понять игровую модель. Будем надеяться, что солидный опыт этих парней, полученный в других клубах, поможет Туликам уже нынешней весной.